Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Смотри за цифрами. Номер 488. Событие дня. Яков 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. За 13.04.2017 года. Иван Артюшкин. Слава Богу за то, что вы есть. Вот видишь как. Больше ничего нет. И вчера получили мы заявление, я его оставил здесь. Мы православная семья Козловых. Православный христианин Сергей Георгиевич Козлов. И православная христианка Татьяна Ильинична Козлова. Обращаемся к православной общине имени Анфимы Некомедийского. В поселке Потеряевка, Мамудовского района Алтайского края. Просим принять нас в члены вашей общины. Пока без вида на жительство на территории деревни Потеряевка. Но не исключая такой возможности, что мы сможем стать полноценным жителем деревни в будущем. Обязуемся добросовестно исполнять устав общины и быть полезными в служении людям и Богу. 12 апреля 2017 года. У нас есть такие, которые не наши здесь. Вот нынче просилась Екатерина Тинникова, член общины, чтобы мы тогда берем под защиту, документы выдаем на проповедь. Можно было, чтобы по закону Яровой не арестовали, так скажем, где-то. Ну и те, которые принимали крещение из другой области, приезжают сюда, они как члены. Но заявлений не было. И какого это было? 12 апреля. День космонавтики. Дальше. Ну и подписи их. Я сделал поправки некоторые. Послал обратно Сергею. Согласны с поправками? Пришлите мне обратно с поправками и с подписями синим. И уже тут мы сделаем на сканере и вам отошлем сей документ и передадим батюшке. Если считаете его это нужным, то жду. Сергей. Проверил. Потеряю в кавычках? Я отвечаю. Можно и в кавычки. Тогда после слова некомедийского можно поставить вот такую заставку. Плюс 302 год по Рождестве Христовым. Казнен гонителями. Крестик. Сергей. А, крестик. Сергей. Добрый. Я расписаться не могу. Поставлю крестик. Он парализованный. Да зачем он вам парализованный нужен? Так он как раз и нужен. Я говорю, ты будешь охранитель. На молитве. Игла. Что есть положительное принадлежать члену настоящей христианской... Членству. Членству настоящей христианской православной общине. Спрашиваю. Та, что тут Евангелие... От Иоанна. От Иоанна. 15 глава претворена в действии по каждому стиху. Самая большая боль пенсионеров, это их постоянное в ночи, в одни, одиночество, когда ни родных, ни близких. Их часто убивают из-за желания завладеть их жилищем и прочее. Когда же человек в настоящей семье единоверных, которые роднее самых близких, родных неверующих, у него постоянно люди и всем видно, что он не одинок. Кроме того, верующие получают возможность ухаживать за болящим, престарелым, по заповеди Господней. У нас была член в нашей общине вдовина Анна из дома престарелых, инвалид детства, неходячая. О, сколько людей к ней приходило. И похоронили в Потеряевке. Похороны максимально дешевые. Могила ухожена на виду и постоянно там совершается панихида. Вот так. Ну, сегодня, что сказать-то, вот, я пришел здесь, что у нас здесь, Сергея Козлова. Вот от него пришло вот это. Сейчас откроется она или нет-то. Так это не открыли мы. Вот. Заявление. Крестик. И тут написано. Мы, православная семья Козловых, православный христианец Сергей Георгиевич Козлов и православная христианка Татьяна Ильинича Козлова, обращаемся к православной общине имени Анфима Некомендийского. 32-й год по Рождестве Христовым. Казнен гонителями. В поселке Потеряевка. Мамутовского района Алтайского края. Просим принять нас в члены вашей общины, пока без вида на жительство на территории деревни Потеряевка. Но и не исключая такого возможности, что мы сможем стать полноценными жителями деревни в будущем. Обязуемся добросовестно исполнять устав общины и быть полезным в служении людям и Богу. 12 апреля 2017 года. Наши братья Володя и Никита могут уехать в Потеряевку уже в этот понедельник. 17.04.2017 с батюшкой. Там работы много по их двум домам в Потеряевке. А сегодня надумали почистить печь Галанку. Сначала все делал я, как печник с 40-летним стажем. Стаж, стажем. У меня хорошо получилось стажей как раз. Это удивительно нужной и полезной работы. Потом научил и приучил к этому деланию и только весной Володю. А сегодня Володя дал занятие приучить и научить этому саженному делу Никиту. И вот они все это делают и снимают на видео. Сегодня и постараюсь выставить. Вот это я потом говорил, что там уже сколько-нибудь? 700? А я знаю обычай древних христиан по заповеди святого Иоанна Златовуста. По проповедям. По проповедям святого Иоанна Златовуста. Где он говорит, что христиане никогда не ходили в баню в течение всего Великого Поста. 7 недель. И вот я хожу мыться к старшей сестре нашей общины Капустиной Татьяне Кузьминичне. Помылся на Масленицу и в следующий раз иду только сегодня в чистый четверг на Страстной Седмице. И рубашка, и все остались на мне чистые. И нет ни запаха малейшего, и никто про то и не знал. А жена Надежда мне тут же и реплику. Конечно, ты святой, потому что так у тебя и плохого запаха, так у тебя и нет плохого запаха. А себе она устроила льготу. Мыться чуть ли не по два раза в день летом, а так еженедельно. Нет, ее где-то ушла, она молилась. Галина. Видите, маленькая тема, и можно услышать новое. Как жаль, что вы все так далеко от меня физически. Но душу я среди вас. Отец Яким Игнать Тихонович, встреча с вами это очень значимое для меня событие, переломное в духовном плане. Видите, какие отзывы у людей идут. Божьей помощи вам во всех добрых начинаниях. С уважением, Галина. Что на этом могу сказать? Да благословит Господь, и дай ему маленько, там звук не уходил весь, маленько, чуть-чуть, чтобы тебе слышно было. Это дальше мы знакомим с нашими ресурсами. Это показать. Это уже все я перенес эти ролики сегодняшней ночью. Вот такая страница, где я в шапке. Мой мир. Зарегистрируется, легко переписывается. Вот сейчас меня ВКонтакт таскивает, а там модератор работали. До того неудобно, до того даже сравнивать не с чем. Все закрыто, стиснуто, не видно. Здесь все открыто. Кто пришел, что. Ну все открыто. А когда его не трогали, мой мир, тут вообще одновременно я мог посылать поздравительное, там что угодно, на 10 тысяч человек. Вообразите, до контакта-то они сгорели бы от перегрузки-то. И не просто так послать, как одна фотография, одновременно 12 фотографий и текст 5 тысяч знаков. Вот невообразимо, какая была система хорошая. И вот такое. Ее там зажали, видимо, власти. И она теперь совсем не такая, но все равно еще хорошая. Ну и далее это у нас, я не видел, сколько вчера за день пришло посетителей у нас на наш форум. Сейчас мы глянем, может быть прокрутит. Что-то не показывает. Не может взять, видимо. А тут что-то не работает, третья не работает. Ну не работает, а техника такая опять. Видимо так. Вот это тогда покажу наш. Ну 700 человек примерно. А было 350. Вот она, докрутила. Докрутилась? Да. Ну-ка посмотрим. Еще она докрутилась-то, еще и нету. Вот наш форум, как выглядит, 1600 тем. Ну ежедневно, если 700 человек, а я их глаза не видал, в городе ездил даже. И вот наша, это, вот наш канал. Значит она уже его не протянет, не протянуть ее. Наш канал, вот Никита стоит у трубы. У нас ежедневно 6, ну редко 5, больше роликов ставится. Попробую крутнуть или закроется. Это как бы на обновление пустить. Нет, не идет. Все. Забугленная страница. Нету. И вот она что-то, видишь, какая выбрасывает, ничего тогда и нету. Но здесь наш сайт, библейский православный сайт. И вот этот библейский православный сайт, самая ценная, содержит 4124 ответа, которые я даю. И вот у нас сейчас идет что? Священство. Отсюда я выбираю вопросы, которые там 55 папок. И здесь мы их озвучиваем до того, чтобы наполнится часовое время. Вопрос 3590. 24 том открытым оком. Бог известен как любовь. Он любит свое создание, охраняет его и благословляет. Люди за этим и идут в церковь. А кто же тогда проклинает людей или даже страну, что такие беды навалились на нас? Какие вопросы? Это мне записка передавали в университетах, в милиции, в воинских частях, где 3 радиопрограммы я вел в то время. Я отвечаю. Ответ. О благословении в полной Библии сказано 499 раз. Но и о проклятии не умолчано. 142 раза упоминается проклятие. За что же Бог проклинает и кого? Да. В конечном счете человек сам определяет свою участь и получит желаемое. Второзаконие 11.26. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Конечно, это сказано было в первую очередь для Бога избранного народа еврейского. Второзаконие 11.29. Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Хоризим, а проклятие на горе Гевал. Народ выслушал, за что ему будет благо, а за что погибель. И должны были после каждой заповеди сказать утвердительное Аминь. В знак того, что сознательно берут на себя игое закона, чтобы сознательно и понести потом наказание за нарушение определенной заповеди. Нужно читать эти главы второзакония полностью. Второзаконие 27.18. Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет Аминь. Я думаю, вот это за то, что сторонники языка непонятного, они все получат проклятие в конце концов. Миллионы людей из этого погибли. Слепого сбивают с пути. Второзаконие 27.26. Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет Аминь. Аминь. И вот проклят, которые нападали на нас, а теперь извинения какие-то ищут, они прокляты перед Богом, хулители Духа Святого. И простить ли Бог? Сегодня евреи постоянно убеждают себя и других, что они имеют некое особое благословение от Бога. Но благословение стоит под условием, что если человек соблюдает Божьи заповеди, если же нарушает уставы Божии... Слава Иисусу Христу! ...то вместо благословения получает проклятие даже весь народ. Сегодня это относится к тем, кто отвергает Христа как Бога истинного. Второзаконие 28.15. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Вот когда! И дальше. Второзаконие 28.45. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя. Да коли будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые Он заповедовал тебе. Ты не исполняешь и знать еще не знаешь. Никто тебя не проклинает, а ты уже проклятый. Вот что необходимо знать. А то кто проклинает, незаслуженное проклятие не сбудется. Я хочу сказать, вот вопрос задан, почему у нас такие бедные, то ли проклятые. Никто, ни один священник сегодня, ни один, повторяя, я даже не знаю, чтобы вот так вот доказывал то, что Он говорит местами Писания. Ни одного не знает, даже близко нет. Вот посчитайте, сколько мест здесь говорится. Показано, что Бог говорит так. Теперь и дальше сколько еще будет. Дальше. В западе сии даны, во-первых, иудеям, а потом и остальным, то есть и нам. Кто сегодня лопается от жира, от награбленного, когда другим и есть нечего? Какое же им благословение от Бога и Иеговы и от людей? Притчи 28-27. Это я говорю евреям уже, евреям прямо. А то они особое благословение имеют. Да если вы есть народ ограбили, страну нищие держите, революции сделали, 66 миллионов обошлось это. Какое же вам благословение это? Чей отец ваш дьявол? Я говорю, а тех, кто это делал? Дни нации. Дающий нищему не обеднеет. А кто закрывает глаза свои от него, на то много проклятий. Я нигде ни разу не считал правильного ответа на вопрос, почему столько гонений выпадает на долю народа. Если ты христианин, то должен знать, что то, что сказано евреям, оно и к нам относится. Вот так. Иеремия 24-9. Я отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие. Тут тебе и холокост, и исход русских за границу. Иеремия 17-5. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Что крестоносцы и арабы завоевывают Иерусалим, это же по допущению Божию. Иеремия 25-18. Иерусалим и города иудейские, и царей его, и князей его, чтобы опустошить и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне. Проклятие, которое Бог обещал, Он их сыплет на голову преступникам не менее щедрое, чем и благословение. И за это точно так же нужно Бога благодарить. Иеремия 26-6. То, что с домом семья сделает то же, что с селомом, и город сей придал на проклятие всем народам земли. Это прямо к русским относится. И сколько бы ни старался человек или народ избежать наказания, это не удастся. И будет очень длинный список гонений во все века и от разных народов за преступность, за безумие. Это Господь говорит конкретно к еврейскому народу. Почему на них холокост и прочее? За дела! Иеремия 29-18. И будут преследовать их мечом, голодом и моровою язвою, и предам их на озлобление всем царством земли, на проклятие и ужас, на посмеянии и поруганию между всеми народами, куда я изгоню их. Это Господь говорит о своем избранном, богоизбранном народе. Бог говорит проклятие предам вас. Вот ваши и благословения. В восьми словах против иудеев Иоанн Златоуст подробно объясняет, за что иудеи так гонимы во всем мире. За отвержение Христа. Это Бог и Иегова так приближают их к раскаянию. Мы видим, что более упорного и закостенелого в грехах народа не было, чтобы после стольких щедрот и стольких наказаний они все еще клеветали на Христа, Бога истинного. И куда бы они ни скрылись, в Египетле или в Испанию, Бог достанет их везде, доколе они не примирятся с Ним через принятие Иисуса Христа, как своего Спасителя. На отвергающихся Христа проклятие Божие, а не благословение. Иеремия 42, 18 Ибо так говорит Господь Бог Савов, Бог Израил, как излил гнев мой и ярость мою на жителей Иерусалима, так и залью ярость мою на вас, когда войдете в Египет. И вы будете проклятием и ужасом, и поруганием, и поношением, и не увидите более места всего. Ужас какой! Еврейские говорные только за тем следят, чтобы кто их не подвиг к раскаянию за отвержение Христа. Кто-то же научает их и всех почти, чтобы они тщательным образом следили за тем, кто бы где и что не сказал худое про сегодняшних евреев. Да. Что это значит? А то, что они приговорены Богом к погибели, если не раскаются. Пророк обличил царя Амасию, еще до начала тогдашнего Холокоста. Но царь, наподобие сегодняшних евреев, воспылал на него гневом. Второе, пора, упомянув 25 глава 16 стих. Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк, сказав, Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал себе и не слушал совета моего. Это приговор сам себе, они сегодня такие, они приговоренные. За отвержение жертвы Христовой страна Израиль подпадает под проклятие Божие, как говорит им пророк Даниил. Даниил 9.11 «И весь Израиль приступил к закону Твой и отвратился, чтобы не слушать глаза Твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, который написан в законе Моисея Раба Божия, ибо мы согрешили перед ним». Я ничего своего не добавляю. «Только потому такое отношение к евреям во всех странах, где Бог находит их. Но когда они обратят свои сердца к Богу, тогда и будут благословенными христианами». Захария 8.13 «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Об этом говорят все пророки. И не надо надеяться, что нам поможет благословение священников. Вовсе даже и наоборот будет сие. Малахия 2 глава 2 стих «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Солов, то я пошлю на вас проклятие, и проклюну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца». Сердца. И Господь говорит, что прокляну, а теперь говорит, ну а то ли проклянет, так уже проклинаю, добавляет, чтобы не сомневались ни грамма. Дальше. «И это касается не отдельных людей, а весь народ повинен при неближении глазом и еговой». Малахия 3.9 «Проклятием вы проклятые, потому что вы, весь народ, обкрадывайте меня». «Священники не учили народу благоведению и сами же дают характеристику этому народу, который ими же благословлялся». Иоанна 7.49 «Но этот народ невежда в законе, проклят он». «Без народа решила не об одном слепом только». «Апостол Петр говорил в первую очередь к евреям, уже в России находящимся, как бы и в Россию это послание к местным воротилам-ворам, за их любостяжание и безмерное обогащение угроза и проклятия». 2 Петра 2.14 «Глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия». «Сыны проклятия, а не благословения». И апостол Павел говорит, что эти проклятия относятся в первую очередь к еврейскому народу, не принявшему Христа. «Проклятие к тем, кто томится подвигом закона, без евангельской благодати, доколь не уверует во Христа Иисуса, Бога истинного». Галатам 3.10 «А все утверждающееся на делах закона находится под клятвою, ибо написано, проклят всех, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». «Но они держат закон за этот». «Крест Христов дарует нам благословение, а не проклятие. Только бы мы были верны Господу Богу нашему, только бы никогда и нигде не участвовали в гонении на кого-либо, но старались и их участь обличить словом проповеди». То есть, если хочешь быть благословенным, не проклиnai евреев, а благословляй всеми Аврааму, а какие бы они ни были. Галатам 3.13 «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавши за нас клятву, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Я даже на всякий случай сейчас промотну здесь, посчитать, сколько ссылок даны. Две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Двадцать два раза открыли Библию, двадцать два раза услышали голос Божий. Ну, кто священники будут сегодня это? Повторяю, ни одного нету. И за тысячу лет ни одного не было. Что тут, какие академии, семинарии-то? И читаем дальше. Святыхтворение. «Лев пестрых не взлюбил овец. Их просто бы ему перевести нетрудно. Но это было бы неправосудно. Он не на то в лесах носил венец. Чтоб подданных душить, но им давать расправу, А видеть пеструю овцу терпения нет. Как сбыть их и сберечь свою на свете славу? И вот к себе зовет медведя, он с лисою на совет. И им за тайну открывает, Что, видя пеструю овцу, Он всякий раз глазами целый день страдает. И что придет ему совсем лишиться глаз. И как такой бедей помочь, совсем не знает. А вовсе-то пестрый табурю Якова. То есть, понимаешь, смысл-то какой заложенный. Всесильный лев сказал, насупясь медведь. На что тут много разговоров? Вели без дальних сборов, Овец передушить. Кому о них жалеть? Лиса, увидевши, что лев нахмурил брови, Смиренно говорит. «О, царь, наш добрый царь, Ты верно запретишь гнать эту бедную тварь, И не прольешь невинной крови?» Осмелюсь я совет иной произнести. «Дай поверение ты луга им отвести, Где б был обидный ком для маток, И где бы поскакать, побегать для ягняток. А так как в пастухах у нас здесь недостаток, То прикажи овец волкам пасти». «Не знаю, как-то мне сдается, Что род их сам с собой переведется, А между тем пускай блаженствуют они, И чтоб в них сделать ты будешь в стороне». Лисица мнение в совету силу взяла, И так удачно в ход пошло, Что, наконец, не только пестрых там овец, И гладких стало мало. «Какие ж у зверей пошли на это толки, Что лев был и хорош, Да все злодеи волки». «Вот такие вот они в правительстве, везде». «Крылов, 1821 год». «Вот видите как, он знал, значит, Что пестры и овцы у кого будут, И какой рог от них». «Вопрос, 2902, 14 том открытым оком. Почему вы считаете виновными В развале в стране священства? Они делают, что могут. Люди приходят в храм, Получают утешение, умиление, Подкрепляются». «Отвечаю». «Повторяю, уже не однажды, Что я не считаю, не обвиняю, не сужу. Но я не могу не указать на книгу Библию, Которая признана в православной церкви божественной. А остальное уже не ко мне, А к этой книге. Она неизвестна в православии на Руси тысячу лет. То есть она есть, Она стоит на полках, Но ей не живут, Она не руководит жизнью. С ней не сверяется практически почти никто и никогда. Вот об этом я и кричу. А она говорит, Что священники в древности Увели народ иудейский от Бога иегову, А не к нему. Они предали Христа, Они его не узнали и не хотят знать. Все, что делается в церкви, Должно быть рассмотрено во свете Библии открытым оком. В церкви постоянно читается Псалтырь Давида. И только в этой самой читаемой книге Слово, слово повторяется 132 раза. Имеется в виду Слово Божие, То самое Слово, Которым мы спасаемся, Которым и будем судимы. О покойниках молятся, Постоянно заказываются ракоусты, То есть чтобы за деньги был прочитан Псалтырь 40 раз. То есть 5280 раз слышится напоминание О спасительном Слове Божием. И ни один мускул не дрогнет. А сколько же Псалтырей За год было прочитано в храме В стране за тысячу лет в России? Миллиарды раз! И ни разу не возопили о том, Чтобы Библия стала светом И руководителем жизни реальной, А не для мертвецов, Которым от этого чтения уже мало пользы. А Слово-то Божие И не проповедуют священники, Они его устранили И заменили богослужением. Под видом благочестия Процветает тьма и дикое невежество. Иоанна 12,48 Отвергающий меня И не принимающий слов моих Имеет судью себе. Слово, которое я говорил, Оно будет судить его в последний день. Иоанна 15,3 Вы уже очищены через слово, Которое я проповедовал вам. 1 Коринфянам 15, глав 1-2 стих Напоминаю вам, братья, Евангелие, Которое я благоествовал вам, Которое вы и приняли, В котором и утвердились, Которым и спасаетесь, Если преподанное удерживаете так, Как я благоествовал вам, Если только не тщетно уверовали. 1 Иоанна 2,5 А кто соблюдает слово его, В том истинно любовь Божия совершилась, И все узнаем, что мы в нем. Вот только несколько мест из Псалтири, Говорящие об исключительном месте Слово Божие в жизни, Не только праздника, Да и любого человека. Псалом 55, 5 стих В Боге восхвалю я слово его, На Бога уповаю, Не боюсь, что сделает мне плоть. Псалом 55, 11 В Боге восхвалю я слово его, В Господе восхвалю слово его. Псалом 76, 9 Неужели навсегда пристала милость его, И пристеклось слово его в рот и рот. Псалом 102, 20 стих Благосетьте Господа, Все ангелы его, Крепкие силою, Исполняющие слово его, Повинуй с глазу слово его. Вот только несколько мест Из 118-го псалма О любви Давида к слову и Еговой. А таких мест только в этом 118-м псалме 44. Псалом 118, 9 Как юноши содержать в чистоте путь свой, Хранением себя по слову твоему. 11 стих В сердце моем сокрыл я слово твое, Чтобы не грешить перед тобою. 50 стих Это утешение в бедствии моем, Что слово твое оживляет меня. 67 стих Прежде страдания моего я заблуждался, А ныне слово твое храню. 105 стих Слово твое, светильник ноги моей И свет стезей моей. 114 стих Ты покров мой, и щит мой, На слово твое уповаю. 140 стих Слово твое весьма чистое, И раб твое возлюбил его. 147 стих Предваряю рассвет и взываю, На слово твое уповаю. 148 стих Очи мои предваряю утреннюю стражу, Чтобы мне углубляться в слово твое. 172 стих Язык мой возгласит слово твое, Ибо все запады твои праведны. 158 стих Вижу отступников и сокрушаюсь, Ибо они не хранят слово твоего. 160 стих А основание слова твоего истина, И вечен всякий суд правды твоей. 162 стих Радуйся слову твоему, Как получишь великую прибыль. 172 стих Язык мой возгласит слово твое, Ибо все запады твои праведны. Что интересно, 176 стихов в этом псалме, А 185, больше на 6, Повторяется слово. Слово, то есть по другим, Закон, заповедь, постановление, уставы, Это все слово Библия. Утешение, умиление, Слезы есть во всех сектах, В мусульманстве, в буддизме. Это еще не говорит, Что дух святой привел к желаемой пристани. Только живое общение с Богом В духе святом, В церкви, через слово его, Святой вводит в радость истинную. Врага умею ли жалеть, не унижая? Желаю ли ему продления жалкой жизни? А может, радуюсь, когда его зажали, И в сладость мне день памяти и тризны. Не позабыть, как враг топтал посевы, Травил, уничтожал моих сцеплят. Его кривлеты на меня насели, Во всех судах, куда не брошу взгляд. Испакостили все до горизонта, Афиши о занятиях срывали, Плодились мошкарою злые сонмы, Скрывали на пути моем провалы. Естественно, желание дать им сдачи, Чтоб Бог привел к спасению от черствелых. Их статус в гневе вмиг переначал, Конечно же, отмерено за дело. И вдруг Иисус, Ему я доверяю, Молиться заповедовал о врагах. Он сам без нас и в гневе покарает, Шибет, подпилит острые рога. Враг голоден, не дай же помереть, Он жаждет, не жалей воды студеной, Чтоб покаяние предупредила смерть, Пробиться к совести давно уже сожженной. Добро творя и пользу подождем, Смягчая нравы вепря и дракона, Слова евангельские пусть падут дождем, Не мстить по новому небесному закону. Анпщиня нет, глаголит Иегова, Я сам расправлюсь, в порошок сотру. Прижмется к бровке, пусть нас враг обгонит, Одетый нераскаянием, давно сотлевший труп. Попытка оживить его добром, Быть может, не смягчить, а разодорит. Что из того, пусть молнией гром Зовут поревновать о месте горнем. 21.12.05. Игла. Ну как? Хорошее искрение, да. Понимаешь, как ее такие слова были, И ни одной помарки. Просто с чистого листа писала. Я по сегодня, даже иногда смотрю, считаю, Не могу признать, совершенно выше моего уровня. Вопрос 3009. 15-й том открытым оком. Вы всегда говорите, что самые виновные В гибели нашей нации священники и учителя. Так кто же из этих двоих более виновен? Они в университете задают вопрос. Ответ. Безусловно, и окончательно духовенство в лице патриарха, Епископата и батюшек. Ну разве простят они меня тогда? Ясно, что нет. Если учителя только в виде аллегории могут претендовать на звание врачей, То священники в самом буквальном смысле, в плане Божьем, Как учителя и врачи по замыслу Бога Яговой. Иоанна 3.10. Иисус отвечал и сказал ему, Ты, учитель Израиль, и этого ли не знаешь? Иеремия 6.14. Врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря, Мир, мир, а мира нет. Римлянам 2.21. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Когда человек болен душою или телом, Он в первую очередь обращается к Богу и к Его служителям. И Иаков 5.14. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров в церкви, И пусть помолится над ним, Помазав его или во имя Господне. Врачей, прямо это врачей говорится. Это таинство назвали соборованием. Собрано несколько пресвятеров. Ни о каком достоинстве больного нет даже намека. Болен. Ничтоже сумняшися, зови И попытайся изменить ситуацию с больничным. Священники переломили ситуацию виной русла. Чаще исповедуйся и чаще причащайся. Чаще подипит рахиль и чаще к чаше. А вот тут подводные рифы со смертельным исходом Для утлой лодчонки. Должно быть определено и абсолютно безошибочно Готов ли говельщик к этому таинству. В противном случае получишь не исцеление, а эпикрис и погребальные дороги. Эпикрис знаешь, что такое? Это заключительное слово больного, как он умирал. А погребальные дороги, это сани специально, на которые гробы вывозили. На кладбище. 1 Коринфянам 11 глава 28 по 30 стих. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны и немало умирает. И больны уже пропустил. Вот понимаешь, рядом только отрывая, у тебя есть зрение полностью упадает. Я тоже понятен. Ну рядом, строчка дальше, уже найти ее не можешь. Это со зрением связано что-то. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Именно. При ненавученности народа, а в этом колоссальнейшая вина только и абсолютно священников и архиереев, толпы желающих получить исцеление через причащение получают приговор, как суждение болеть и умирать. Чтобы испытывать себя, нужно иметь эталон, на что держать сравнение. Сравнение с чем испытывать свою жизнь. 1 Тимофея 4.16. Вникай в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. Ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. 2 Коринфянам 13.5. Испытывайте самих себя, верю ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. Строчка вот рядом прямо, и сразу все как вышибается. Тоже для меня это так странно. Молиться об этом надо. Кто-то закрывает вот это. Одна строчка рядом, и уже все потеряно. Потоком идут. Потоком идут причастию ни одного, быть может, кто бы мог вникать в себя и в учение Христова. Мог бы испытать. В Евангелие скалеон вере, или в корнях и преданиях, в традициях и самохотениях. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благорестования Христова, чтобы мне приду ли я, и увижу вас, или не приду. Слышите вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И посему священники из главных наполнительных тел и больниц не с цельными болезнями и главными наполнительными моргов и ада. Представь, священники могут ли я это простить? Матфея 23.15. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте сыном гиены вдвое худшим вас. Ну давай, рассчитаем. Преступно доверяться Конограду. Кто такой Коноград? Не знаю. Не знаешь. Конь и крадет. Коней воровали, угоняли, продавали. Коноград называется. Распутина назвали Конокрадом. Цыгане Конокрады. Малознакомому и льстимому... Засыщай, начи, считай строчку, что ты бросил-то. Преступно доверяться Конограду. Не Граду, Конокраду, кэ буква стоит. Считай снова. Преступно доверяться Конокраду. Малознакомому и льстимому мужчине. Бог совести с рождения дал Ограду. Свалив потом, насаживаясь, чиним. Забор упал, теперь подниматься надо так. Не доверяйте, если цвет зеленый. Смотрите в оба, влево и направо. Туркмен баши жмет на своем осленке. Как страусу не дал бог смысла грамма. Он на осленке не смотрит на движение, никуда. Его сослом вместе задавили и все. Не доверяй на скользких ступенях. Держи за истинно проверенную руку. Кто спотыкается, их тут же обвинят. С разбившимся и обойдутся круто. Доверимся лишь слову Иеговы, всесильному, единому над нами. С ним перейдем через любую прорву. До старости не растеряем память. Нет подпоясанным ложась и без креста. Такими встанешь не на этом свете. Сумеем ли искомое достать, оставить православие и детям? Остерегайтесь лживых толкований, сепаристов, лживости сектантов. Да мало ли бессовестных, поганых, при галстуках обритых с этим станет. Неправильно с этим. При галстуках обритых с этих станет. Эти пойдут любое. Остерегайтесь лживых толкований, сепаратистов, лживости сектантов. Да мало ли бессовестных, поганых, при галстуках обритых с этих станет. Они на любую подлость идут. Доверие пусть вызовет лишь тот, кто божий страх лопщает ежечасно. Лопщает. Такого слова нет. Доверие пусть вызовет лишь тот, кто божий страх лопзает ежечасно. Из Библии не вырвет листок, целует строчки наравне с причастием. Опять неправильно. Считай. Слово «причастие» ты знаешь, чего ради споткнулся. Ты заново считай. Доверие пусть вызовет лишь тот, кто божий страх лопзает ежечасно. Из Библии не вырвет листок, целует строчки наравне с причастием. Опасности никак нам не избыть. И потому, знамением оградившись, в рот недоминки капли не испить. Прииск не считай это лишним. Видением доверяться не спеши. Монашество беги, как сутенерство. У них святые, может, только вши. Пока свет Библии им не отбьемлет сердца. Ну вот и видишь как. 11-12-16. Так, счастье, да, считать? Не считать, а портить. Как это? Тренироваться? Ну, а как тренироваться? Брать стихи и считать. Слово «причастие» вдруг туда-сюда, как будто бы палка в колеса попала. Дальше. Вопрос 2162. Восьмой том открытым оком. Пожилые и умудренные опытом священники, на что сегодня обращают главное внимание в своей пастырской деятельности? Чему учат молодых собратьев по алтарю? Есть ли какая разница между сегодняшними батюшками и дореволюционными? Серьезно какие вопросы? Ответ. Один к одному. Каким бы ты был, таким ты и остался. Как пелось в послевоенной песенке. Если бы люди знали хорошо смысл писания, а не только содержание этой вечной книги, а откровение Божие о человеке, то к батюшкам, может быть, пореже обращались за советами. Сегодня же отношение к ним полностью, как к ветхозаветным священникам, изливили на колено. Принять от священников таинство, ибо им вверено жертвоприношение. Современные пастыри в абсолютном большинстве чуть-чуть ли не все главное внимание обращают на исповедь и притещение. Они устанавливают день и ночь свой авторитет, свою незаменимость и исключительность, чтобы без них ни до Бога не достучаться, ни здоровья не поправить. Поэтому они упирают на чудеса, и чудеса, и еще много раз чудеса. И при том чудеса касаются исцеления, спасения в трудной обстановке. И тут на первое место выходят иконы, их мироточение, слезоточение, кровотечение с икон, видение снова сновидения, и всюду мощи, поклонение мощам, пересказ о чьих-то исцелениях, об откровениях о путустороннем мире и изгнания из блесноватых бесов. Чтобы убедиться в истинности сказанного, он направляет к тому, что пишут об этом сами чудотворцы оберегов. Чудо-чудотворцы. Чудо-чудотворцы оберегов, книжек своих, исцеляющих всех, и их прославляющих, как обладатель великой и страшной для демонов духовности. Иеремонах Трифон, кавычки открыты. Чудеса... 10 тысяч экземпляров, 416 страниц, 255 рассказов, 53 фотографии. То есть я все это посчитал, чтобы понять. Книга заняла первое место в республиканском конкурсе, посвященном 2000-летию христианства. Автор награжден золотой медалью и дипломом первой степени. Автор принимает рассказы и пожертвования для третьей книги. Держи его адрес. А тут Рифону. Куда писать? Это я взял, выписал все, что в книге написано. Дальше. От литературного редактора книгу «Чудеса в последнее время» я прочел в один присест. Я не мог оторваться. Настолько интересное и захватывающее ее содержание. Она очень легко читается. Чудеса были, есть и будут. Ибо они – всемирное зеркало, отражающее две противоборствующие силы добра и зла. В книге иеремонаха Трифона на жизненных примерах это изумительно ярко показано. И читатель даже сам может делать выводы, как надо поступать в каждом конкретном случае. Эта книга несет в себе заряд мудрости, нравственного и телесного здоровья. Эту драгоценную книгу надо иметь в каждом доме, в каждой семье. Отдельные речивые погрешности мною не замечены, чтобы сохранить портреты рассказчиков. В ней нет никакого вымысла, обмана, ибо автор этой книги живет строго по Божьим заповедям. Не обмани, не укради. И так далее. Он постник, молитвенник, бессеребрянник. Жаль, что такая нужная и полезная для любого человека книга сдаётся таким маленьким тиражом. Кандидат филологических наук доцент Морозов. Это лицензия на эту книгу. И потом, когда я стал отмечать на это всё, я не знаю, в мои книги, вот это попало, легко то, там начали запрещать, выкидывать и сжигать эти книги. И смотри, какое развили. И праведник, и всё, и всё фальшь. Сие предисловие, как расширенный эпиграф. Конечно же, Трифон знал и читал. Этот панигерик ему понравился. То есть хвалебная песня. Он благословил его. Да и епископ тоже приложил руку на благословение этой книги. Не может же гражданин Морозов знать содержание Библии лучше Трифона и иметь её в большом авторитете. В большем. В большем авторитете, чем Трифон. Ученик никогда не может быть выше учителя. Иначе они поменяются местами. Так метеорологическая служба влёт, влёт, как всегда. Что есть её суть. Да вдруг и ошибётся, и правду скажет. Какая погода будет? Ошибётся, и правду и скажет. Так и Морозову досталась роль разоблачителя Трифона. Но они этого даже и не заметили. Да откуда же знать бы доценту Морозову, что дюйса есть всемирное зеркало, отражающее две противоборствующие силы добра и зла? Это он говорит. Они же все считали эти слова. И вот это слова, которые не я говорю. Это написано в книге. И там знакомая наша ездила и купила, и привезла сюда, мне дала. И вот что Библия говорит о чудесах последнего времени. 1 Коринфянам, 1 глава 22 по 25 стих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божия силы и Божия премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрие человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Если проповедь о распятом Христе для мира есть безумие, то почитаемое мудростью миром есть безумие для церкви, для истинно верующих, знающих Писание. Вот таким безумием для русского народа, содержимого во тьме хитрыми пастырями, для народа темного и ненаученного, Трифоном и его совпастырями, и приученного к чудесам последнего времени, являются подобные книжицы. Слепотствующая паства больна духовно и телесно и криком кричит «Дайте еще чудес! Еще чудес! И покруче, позаковыристие!» Он все время в книге пишет, кто знает, какие чудеса, пишите мне, он третью книгу сейчас будет издавать. Матфея 16,4 Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамения ионы пророка. И оставив их, отошел. Все, отошел. Бога там нет уже. Господа нет там, где ищет чудеса, где требует чудес и знамения. Оттуда ушла или еще и не приходила проповедь о Христе. А мы проповедуем Христа распятого. Он отошел от прелюбодейной паства. Книжка Трифона вопит каждой странице о неверии Трифона Богу, Христовой крови. Трифон гонит их к котелкам Серафима и канавкам, к иконам и к своим книжкам амулетам, которые нужно прикладывать больным местам брешеный творит. И тоже прикладывать, чтобы не стрелять. Трифон создал себе и своим книжкам о реол идола и шамана с бубенцами, позлощенного и вредного. Откровение 13-14 И чудесами, которые дано было ему творить, он обольщает живущих на земле. Да если бы и так все было, как повествуется в книжке Трифона Мордовского, на обольщение замордованных грехом, невежеством. Мордовский, я бежу замордованное, а то все дальше. То и тогда вывод один, напрашиваться из содержания писанины или монаха. Хотите быть здоровыми, покупайте Трифонову книжки. Этот прогорелый воротник от Ричкина Кафтана. От Ричкина Кафтана это из басни Крылова. И вы будете бессмертны. Все корысты и бесы отойдут от... Коросты, болезни всякие, и бесы отойдут от вас. Двоечник без учебы будет с дипломом отличника. И романах Дивеевским ни слова, ни строчки из Писания Божия в защиту чудес не глаголит, а чтобы было к месту и поделав что-то изречено из Библии. Про то и буковки нет. Страшное бесовское обращение это Трифонов вопит с каждой страницы. И он ведь этого ничего не видит. Совершенно слепой безбожный дух лжепастырей нынешних. И куда он ведет этих кандидатов филологических наук? И кандидат филологических наук даже в своей области не сумел дать анализ книжице, пропустил отдельные речевые погрешности не замечены. А о погрешности богословских что кандидат мог сказать? Что мог сказать? Что? Он так рекламирует Диевскую книжку что желает ей быть в каждом доме и в каждой семье. Ни Библию ни святых отцов или кануны церкви но амулет Тришкин пропагандирует столь слащаво и оборстительно как будто ему Трифон авансом на сто лет вперед грехи простил. И откуда господину Морозу узнать что в раскаянных побасенках Трифона нет вымысла а все правда. Это он пишет все правда откуда тебе знать бабки рассказывали ему. Но он гаранта все чудес выставляет праведность несраблелюбие Трифона его почничество его невороватость. Что он не ворует? Велика заслуга Попа если он не ворует. Да никто больше. Да я спрашиваю вопросы и велика ли заслуга заслуга Попа что не ворует? Что он выставил то это на посмешище? То есть остальные все воруют а он не ворует и поэтому из числа остальных он уже не не такой. Да никто больше чем Попы не ворует. Да открыто и нагло в церкви и всюду. За таинство берут деньги симонисты окаянные. Да еще сами таинство перепортили. Крещение без троекратного полного погружения и без основательного научения нет катехизации. Трифону по силам лишь по силам выполнить на деле возглас оглашенный языдите. Затребуют берут деньги сродившегося свенчающегося и сумершего и воруют оптом и в розницу. Из собранных на строительство храма денег минимум три четверти уплывают поповские широкие рукава. Этот Аморозов может и не знать и самый лютый обман творят попы, что не учат народу слово Божие и потому они убийцы и палачи народа, кровь в жертвах на них. Деяние 20 глава 6 по 27 стих Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я и от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Еще ради нахвалят трифоновые опусы Морозов. Сирахов 16.9 Неприятна похвала в устах гречника не от Господа послана она, ибо не от Господа. Видишь, как он хвалит и оттаживает место Писания, которое опровергает. Римлян 2.29 Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Сегодня оценку всего можно делать только на основании Слова Божия, что она скажет. 1. Коринфянам 4.5 Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. А люди, которые не знают Библии, они обольщают других. Их похвала в глазах Трифоном, подобно укусу змеи. Исайя 59.5 Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яйца их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Книжка Трифонова смертельно опасна для народа. Она толкает верящих ей в руки иудеев, требующих чудес, и отвергает от распятого Христа. Трифон занял место Библии и Христа, Бога истинного. Сирахова 11.32 Кто будет оправдывать согрешающего против души своей, и кто будет хвалить позорящую жизнь свою. Услышав такой отзыв о своих баснях, Трифон возмутится до приезлиха. Сирахова 22.18 Если мудрое слово услышит разумный, то он похвалит его и приложит к себе. Услышал его легкомысленный, и оно не понравилось ему, и он бросил его за себя. Трифон книжки нет мудрости, но есть грубое и тяжелое обращение простодушных, до которых Трифоны не допустили свет Библии. Знающий Библию и только так, и только такой. Сирахов 40.10 Покажет мудрость свое учение и будет хвалиться законом завета Господня. Притча 27.14 Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Вот несколько выдержек из книжки чудес последнего обращения Трифона, чтобы вы смогли взахаться. Что же сделалось в православии? Страница 5. От автора. Что побудило меня написать эту книгу? Главное это сострадание к людям, которые верят в Бога. Автора чудотворной книги говорит хорошие слова. А что же на деле? Книга эта написана по великому тщеславию его, по темноте его и греху незримому для него. Он не к Богу, не к Слову Божию людей зовет, но сделался лекарем исцелительным даже через книжки свои, и притом не через просвещение, а через прикладывание книжек к больным местам. Страница восьмая. Серафима Дивеевский удел был учрежден самой Богородицей, как ее четвертый удел на земле. Окунаться в святом источнике нужно трижды, причем три дня подряд. Страница четырнадцатая. Весь православный мир знает, что в последний дни преподобный Серафим должен воскреснуть. Он пророчил и сам преподобный. То диво, что смерть моя будет подобна от раков эферских, триста лет спавшихся в пещере. Как они восстали в уверении всеобщего воскресения, уверение, как они восстали в уверении всеобщего воскресения, так и я восстану предпоследним концом и возгляду в Диевеева. Страница сорок седьмая. Сама Царица Небесная сказала, я созижу такой обитель великую мою, на которую низведу я все благословения Божие и мои со всех трех жребиях моих на земле, Северии, Афона, Киева. Ну, то есть ни одного слова нету, ну, то есть помраченный умом человек пишет только. Страница 194-я. Это из книги я беру. Один покупатель постоял у стопки книг минут пять и у него прошла боль в животе. Просто стоял маленько и все. Дальше. Мы с родителями были в Диевееве, где проживает отец Трифон. Целый экскурсионный автобус людей. Господь с подоймой у нас встретится с автором этой удивительной книги. 205-я страница. За пьяниц нужно подавать сразу в трех церквах. Можно с водосвятием. Шаманик. Здесь шестая страница. Последнее время болит плечо. Я стал прикладывать книгу к плечу. Перестало болеть плечо. Я книгу прикладывал со всех сторон к шее. Ощущало. Свет как бы входил в меня, когда прикладывал книгу в житие старца Серафима. Желаю всем пройти по канавке, где ступала сама Царица Небесная. Поставили икону на божницу и стало водиться деньги. Кроме голубей кормите голубей голуби вымолят и большого грешника, если кормить их с любовью верой. 220 страница. Мать в отчаянии схватила книгу чудеса последнего времени и положила на живот. Боль сразу стала утихать. 249 страница. Я еремонаха Трифона еще тогда не знала, не могла и подозревать, какой высокой духовности этот священнослужитель. 309 страница. Проходя мимо святых мощей, мы просовывали руки, дотрагивались до мощей святых. У одной рука застряла, едва отмолили. 311 страница Мы радовались, что Господь так к нам милосерден и дал нам такого мудрого наставника и духовника отца Трифона. Спасибо вам, дорогой наш отче, наставник и покровитель. Хадатай о нас пред Господом. Город наводнен колдунами всех мастей. Казачки с молоком матери впитывали приговоры, приворожбы, а мужчины были их жертвами. В храме исповедовал и романах Трифон из Дивеева. Я неожиданно почувствовал такую благодать, как в самом Дивееве. Почувствовал благодать. Здорово. Мы стали пробиваться все к нему на благословение. Макария предупреждала, что даже просфор будут колдуны портить. Пелагея Рязанская могла их всех видеть и обличать. Она сказала, что только колдуны будут отвергать наличие колдунов, а их на одного верующего человека будет сто. Будьте бдительны. На каждого человека сто колдунов будет. Много. Ну что, считай дальше. Стихотворение. На каждой строчке, смотрите, место Библии. Вот это из Болгар отец Владимир Головин, он все и заметил. Есть неверующие вовсе во Христа, пророчества его не признающие. От явного сбывшегося прячутся в кустах, шаги заслышав Бога присносущего. Опровергает сказанное Господом, вальяжно развалились за его столом. Слова учителя опровергает походе, все оскверняет грязным помелом. О ненадежности того, что под рукой спаситель многократно возвещал и потаенной красной строкой о трех сопровождающих вещах, о моле, ржавчине, о жуликах, ворах, о их неистребимом продолжении. Уничтожает, превращает в прах все доедино у этих трех мишеней. Ни химия, ни даже ультразвук, ни следователи, ни суды, ни казни. На них не хватит тысячи наук, а этих трех напастей едкой мази. Вновь обокрали чемпионы мира, медали по брякушке утащили, у дяденьки царя обчистили квартиру, не могут замочить воров в сортире. Путин говорил, мочить в сортире. Вы окаянные милорды, господа, окружены, горите на банкетах, телохранители при вас везде, всегда, накачанные мускулы атлетов. От этих трех не могут защитить, моль ржавчина, воры съедят охрану. во цветах временно суеты щиты подталкивают к мысленному храму. Ищите царствие нетленного вовеки, евангельскую правду обладая. Христу не верят умственные калека, напрасно мертвого припарками латают. Игла 30-го на 4-го на 4-го на 4-го на 4-го все, 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 как быстро, слава богу. А вот этот протреф надо одеть.